Ох, ребятушки, что-то я заговорился слишком много, книга прямо на меня такое впечатление серьезное произвела, что я андыш накатал три целых части, блин, почти по часу, и ничего вразумительного за это время даже не смог сказать. Вот такая великая книга, что даже высказываться по ней сложно, просто теряешься в этом потоке, просто в реальном потоке какого-то вот этого мракобесия, да, который там вообще, то есть, к сути, я за эти вот три часа к сути даже и близко не подобрался почти, потому что, ну, капец какой-то на самом деле, так что надо исправляться, блин, и надо, короче говоря, каким-то итогом уже подходить, потому что если так дальше, тут можно, я говорю, что месяц, короче, об этом говорить, вот с ума сойдешь, конечно, я сойду и вас с ума сведу, а мне этого не хочется, мне хочется донести, наконец, как бы, свои, как бы, самые конкретные мысли, которые появились, собственно, в результате ознакомления с этим замечательным трудом господина Новикова. Итак, давайте небольшой итог подведем предыдущей всей болтовне, да, что уже можно, какие выводы можно уже сделать по личности Высоцкого конкретно. А выводы напрашиваются сами собой такие, что перед нами был, перед нами человек, который, собственно, при всей своей, скажем так, безусловной одаренности и талантливости, но был опьянен вот этим вот каким-то тщеславием и самовосхвалением, то есть, несмотря на то, что там везде нам пытаются доказать так малоубедительно, что он на самом деле не был тщеславным, нет, ребят, на самом деле он им был. Если бы он им не был, он бы так не страдал по этому вопросу. Ну, сами посудите, если вы не тщеславный человек, если вам пофигу, на самом деле, о ваших достижениях, там, ну, вы, например, не достигли первого места, ну, и не надо, собственно, ну, зачем? Ну, я там, например, пришел на пятое, пусть меня там даже как-то мне подкозлили, да, сбросили меня, там, я, может быть, заслуживал, например, второго, третьего, там, может быть, даже первого, мне, может быть, просто не дали, а, может быть, и не в этом дело, а, может быть, я сам просто плохо старался, да, ну, и зачем там, как бы, мне рвать жилы, зачем мне, тем более, страдать, переживать об этом? Я достиг, чего достиг, зато достиг честно, и, собственно, ну, а зачем мне лезть еще выше, вот для чего, вот просто для чего? Ну, залезу я на самый верх, стану я самым лучшим, самым первым, самым таким замечательным, ну, а какой смысл? Кроме меня, какой смысл, кому от этого какое удовольствие, вот лично, кроме меня? Да, в общем-то, никому. Ну, какой-нибудь Вася Пупкин из, там, какого-нибудь города Урюпинска будет смотреть на эту шкалу, короче говоря, вот этих вот успешных людей, и будет говорить, ну, вот, да, Высоцкий номер один, там, Пупкин, там, номер два, там, Мупкин номер три, ну, и что? Ну, да, ну, вот, ну, хорошо, я за него рад, да, ну, и все, и какое, какой в этом, как бы, другим людям-то, какой смысл от этого, кроме тебя самого? А ты сам на первом месте сидишь, да, король-королем, и чешешь свое, как бы, вот это вот честолюбие, что я вот всего добился, я супер-пупер-гипер-мастер, супер-гений, короче говоря, я царь горы, все, все мне поклоняйтесь. Ну, как-то так, что ли? Ну, я не знаю, то есть, это как-то, мягко говоря, нелепо, и, в общем-то, если так вот почитать даже это произведение, там, везде складывается такое ощущение, что герой вот этой книги, да, он, именно везде, все его страдания, все его страдания, именно, вот, которые там, он переживает из-за чего, то есть, рвет себе душу, мучается, они, собственно, все вот именно на этом строятся, на вот этой неудовлетворенности своими достижениями, что я вот достиг многого, мне надо еще больше, я залез уже высоко, мне надо еще выше лезть, и вот это уже превратилось в какую-то манию, манию преодоления вот этого вот самого себя и преодоления вот этих вот этих планок, забираться все выше, хотя уже непонятно, зачем вышло забираться, и что тебе еще, как бы, нужно, ну, для счастья, потому что все у тебя есть. И как бы вот эта книжка, она совершенно не бьется с какими-нибудь официальными источниками, типа Википедии, где пишут, что там до 81-го, до 82-го года, там, не знаю, Высоцкий вообще был там никто, и звать его никак, просто по той простой причине, что его везде запрещали, что ему везде дорогу перекрывали, что он вот никак не мог пробиться, куда-то выбиться, заявить о себе, вот все как-то подпольно передавали, только там, кассеты с его записями. А в книжке вот как бы вот об этом вообще как бы ничего такого нет, и более того, там везде написано, что он везде, куда бы он ни пошел, он везде встречался с какими-то, блин, ну, с какой-то популярностью, с каким-то приветствием. Все знали, причем узнали не только простые люди, как можно было сказать, что вот всякие там чиновники, там политики, прочие там всякие начальники, да, там художественные вот эти руководители, они всего ненавидели, все его гнобили, там морщились, отворачивались на другую сторону дороги, переходили, когда его видели, да. А простой народ его носил на руках просто. Ну вот если книжку тут почитать, то там про простой народ как-то, ну там есть, да, моменты, где он встречается там какими-то простыми людьми, и его там очень хорошо встречают, там, ну, ну, таких моментов меньше, нежели встреч с какими-то вот реально чиновниками. С какими-то КГБшниками, с какими-то там политическими бонзами, это с какой-то элитой, и все-все-все вот эти вот бонзы, эти КГБшники и прочее, блин, почему-то тоже его обожают и помогают. Вот, причем он еще даже что-то особо так не выпрашивает, то есть там какие-то там привилегии, то есть там я хочу там что-то вот, например, ну, короче говоря, какую-то роль получить, там, вот он, он там типа говорит, там пишет, или я хочу там в кино сняться, да, пожалуйста, там, да, ради бога, да, блин. Ну, то есть никаких проблем с каких-то с этим самым, с его вот этими, с подвигами вот этими всеми нет. И опять-таки повторюсь, простые люди, вот, а тем более не просто простые люди, а опальные люди, которые находятся в каком-то, под каким-то гнетом, да, под гноблением и запретами, да, ну, вот вы сами вот по логике посудите, они разве могут даже в наши дни выехать за границу, если у них есть какой-то там это самое, ну, там, ладно, еще как-то в наши дни-то могут, да, допустим. А вот вы представьте, ну, это Советский Союз, вообще никто за границу не мог ездить, простые люди вообще туда, ну, как бы, железный занавес, все, никого не выпускали, никого не впускали, только по каким-то особым разрешениям и по каким-то особым целям. То есть вот так просто поехать, вот, по желанию просто, а уж тем более поехать и вести там коммерческую деятельность какую-то, ну, то есть что-то зарабатывать там в обход кассы государственной. Блин, ну, это пиздец, извините, ребятушки, вот вы меня, вот, простите, конечно, мои французские, я просто иначе выразиться не могу. Вот просто, и как у вас так в одной голове уживается, что с одной стороны у вас полная жесть и невозможность, короче говоря, развернуться там, развернуть свою деятельность за рубежом, зарабатывать какие-то деньги за рубежом, да, а с другой, вообще вот просто тотальная такая прям. А с другой стороны вы тут рассказываете то же самое, про то же самое время, ну, как какую-то сказку, блин, из «Тысячи одной ночи», когда какой-то, блин, волшебный Высоцкий, да, вот просто хоба, захотел и поехал, и заработал, и привез, и никто его не поймал, никто его не посадил за это. Хотя должны были, как вы сами рассказываете, что он кровавая губня, тут же, моментально, все, гулаг, там, 20 лет без права переписки, блин, конфискация имущества, блин, ну, как так? Он женился на, эээ, женщине, иностранке, то есть вы представляете? То есть вы до этого нам ссыте в уши просто натурально, что вот какие-то истории, там, тех же, там, блин, каналах, там, очень, как бы, правдивых, типа, первого канала и прочее, показывать истории каких-то, там, ноунеймов, которые, там, жалуются на то, что вот я, там, траля-ля, моряк, там, спички бряк, и тут я познакомился с какой-то, там, не знаю, в каком-то, там, блин, жарком, в жаркой стране, в каком-то порту с какой-то, там, горячей, там, таитянкой. И у нас любовь, все прям, все прямо, все по-чесноку, все прям, это, ну, как бы, вот, там, даже доходит до свадьбы, все, но нас вот это вот, меня исключают из партии, меня выгоняют с корабля, меня там, нам запрещают общаться, мы там как-то, что-то, что-то, как-то, вот это самое, и вот, когда только кровавая, проклятая власть упала, вот только тогда мы же старенькие, там, все такое, там, вот мы смогли с моей любимой, там, ненаглядной встречи, вот эти всякие передачи, блин, найди, найди меня, вот это вот, хуйня вот эта вот вся, да, вот эта показная, да, когда вот это вот, и как это бьется с тем, что в это же самое время у вас какой-то обычный артист смог не просто в Париж просто поехать, то еще там, блин, замутить с какой-то женщиной, с гражданкой Франции, и не просто замутить, блин, но еще быть с ней в любовных отношениях длительное время, при том, что у него была жена, и, кстати, в этой книге тоже об этом говорится, и жена, и дети, да, и при этом он мутил с гражданкой Франции, и потом еще так в книге пишется, блин, что, ну, да, пожалуй, пришла пора, то есть у них там уже много лет было с Мариной Владей отношения какие-то, да, как там, ну, если опять-таки верить этой книге, пришла пора, значит, с женой, наконец-то, ну, разобраться, типа того, ну, развестись там все, а то что-то как-то, действительно, как-то не комильфон, ни хера себе вообще, то есть вы представляете, и это прям так подается, что, ну, да нормально это все, господи, ну, что, дело житейское, пустяки, да, там, как Карлсон говорил, блин, ну, извините, даже просто если бы она была гражданкой, ну, Советского Союза, об этом тоже надо отдельно поговорить, вот это вот именно о моральном облике, да, непосредством нашего, вот этого главного героя, да, этой книги, а тут еще она гражданка Франции, причем, более того, это не просто обычная француженка, не просто обычная жизнь, там, это ладно, еще можно было бы как-то понять с позиции вот этой тоталитарной, бесчеловечной советской власти, типа того, ну, француженка и француженка, может, она просто из обычной рабоче-крестьянской семьи французской какой-нибудь, да, а, как бы, пролетарии всех стран объединяйтесь, поэтому, ну, почему бы и нет, ну, и что, что она француженка, зато она тоже какая-то такая простая, ну, как бы, женщина рабочая, да, там, вот, и почему бы и нет, как говорится, ну, почему бы не закрыть на это глаза, ну, блядь, извините, Марина Владя, она потомок белых эмигрантов, ну, это вообще, ну, не, я, не, я говорю, что сейчас, как бы, вот, вот, когда действительно уже нет вот этого всего проклятого совка и прочего-прочего, это нормально, да, что там вот бывшие, там, какие-то эмигранты, там, что-то там, траля-ля, там, как бы, это, ну, да, почему бы там не устроить какие-то отношения, да, там, и чтобы власти на это, как бы, было пофигу, да, в целом, ну, тогда, блин, вы понимаете, что это был Советский Союз, это был, это была вообще советская власть, которая на вот это все, на это все, вот, на этих вот белых эмигрантов и прочее-прочее-прочее, вот эти, кто там сбежали, это все, как бы, они считались предателями тогда, со стороны советской власти, со стороны вот этих вот партийных руководителей и прочего-прочего, их там песочили постоянно на всяких вот этих вот съездах и прочее, когда речь о них заходила, о таких вот людях, о них добрых слов никогда не это самое, не находили, то есть только что они предатели, они свалили, сбежали вообще это буржуи, это наши классы враги и все такое, а тут понимаете, просто вот нашему популярному певцу актеру, артисту позволяется просто так поехать куда-то замутить представительницей вот этого враждебного нам класса ну в смысле нам имеется ввиду я сейчас рассуждаю с позиции тогдашней советской власти это же советская власть, тогдашнее правительство позволяло Высоцкому это делать ему разрешали выезжать а это не просто позволяй, а еще короче говоря, он на ней женился опять-таки с позиции человеческой чисто человеческой, ну как бы ничего такого нет но с позиции политической опять-таки с позиции не просто политической, а с позиции той, того времени ну я не знаю, это вот как вот все равно чтобы в каком-нибудь аду, например да, там какой-нибудь там сатана позволил одному там из своих там любимых демонов отправиться в рай тусоваться в раю, когда он захочет да, и там на каком-то ангеле жениться, к примеру, да вот если совсем просто такой каламбуром таким это все описать но только вот это выглядело так поэтому народ охреневал на самом деле когда вот это все видел, да и не просто и народ, народ это как правило было уже как-то в основном пофигу на это а охреневали вот эти вот соратники Высоцкого по театру по вот этим вот по кино по музыке вот эти все потому что они просто задавались разумным вопросом так, секундочку, ребят а почему ему можно, а нам нельзя, да а что это вот так что за перегибы такие просто потому что он чей-то друг ну а тут, блин, вот тут реально как говорится вот как хотите верьте, хотите не нет но вот мне кажется без чьей-то волосатой руки Владимир Семенович бы не смог вот так вот себя вольготно чувствовать и опять-таки это говорю что если бы это было реально прерогативой таких вот ну талантливых людей там типа ну ладно они талантливые они вообще молодцы мы там общие любимцы ну почему бы им вот такие вот не позволять вот такие вот излишества там кататься за границей куда они хотят там жениться на иностранках позволять себе какие-то там заработки на стороне там и даже за границей ну то есть вот с одной стороны мы, блин, жестко прессуем как бы каких-то фарцовщиков, да барыг, да там какие-то, которые на стороне что-то там зарабатывают, да какие-то средства то есть прям жестко с ними боремся а с другой стороны фактически такой же фарцовщик только он единственно не продает какие-то вещи а он продает свое творчество на стороне, да в обход государства там сам на себя фактически работает и ладно, пусть то есть мы будем упрощать, да но если мы вот так позволяем всем таким вот подобным ему, да ну почему тогда не позволяйте всем остальным артистам они бы все мотались туда бы ну нет, вот как бы вот как-то вот может они, конечно, не мотались туда я вот этого не знаю может быть так вот тоже, да с другой стороны вот кого не послушать они все жалуются, что их не пускали да, вот почему-то Высоцкого пускали и вот видно и чувствуется везде особенно в этой книге чувствуется вот эта зависть со стороны его коллег вот от Высоцкого, да чувствуется вот эта к нему зависть его все поэтому и он там все равно удивляется вот почему люди все такие злые почему человеку волк, как говорится почему вот так все это самое люди такие как бы нехорошие а может быть они как раз таки нехорошие именно потому что из-за своей зависти причем я их как бы абсолютно не оправдываю зависть это херовое чувство и это говорит лишь о том что если, ладно, если бы они его осуждали по чесноку то есть типа вот у нас есть то есть мы представители культуры да мы облика морали то есть мы понимаем, что мы как представители культуры на нас равняется миллионы людей то есть они смотрят как мы себя ведем на сцене как мы вообще о чем мы поем, да как мы танцуем прочее, прочее как мы себя подаем, да и это на нас накладывает большую ответственность то есть мы должны пример подавать и не только в своем сценическом виде но и в личном ну потому что, извини меня когда ты играешь в кино или на сцене какого-то образцового человека там Павку Корчагина какого-то, я не знаю ну просто кого-то там ну действительно человека, на которого надо равняться который дает пример, да а в жизни тебя любят за это да, что прям вот молодец тебя естественно с ним начинают моментально ассоциировать ну как что вот ты его играл и ты может быть по жизни тоже примерно такой же, да то есть как-то по неволе начинается какая-то ассоциация включаться и тут начинаются вот эти вот желтые всякие сплетни, да вылазить что ты вот тут где-то облажался тут что-то тут ну как тот же например Боярский да, в кино он там это самое герой Д'Артаньян там тысяч чертей Каналья он там прям такой джентльмен такой прям вот ну я не знаю образцовый-образцовый такой весь прямо вот а в жизни постоянно какие-то скандалы с ним постоянно ведет себя просто как настоящая свинья просто вот если что он машину где хочу там и ставлю ну я потому что царь во дворца и всех это ну как бы злит и поэтому что получилось-то что из образа вот этот образ личного личный образ погубил фактически образ творческий то есть если до этого Боярскому относились исключительно как вот к Д'Артаньяну как герою как там образцовому мужчине такому вот то его поведение личное которое он не стеснялся демонстрировать всем вот так вот и до сих пор не стесняется оно окончательно погубило этот образ все только сейчас смеются блин над этим уже вот это каналья тысячи чертей когда-то вот все смехуечки вот эти вот все вот они как-то это самое ну как говорят о том что все что погублено вот это таким трудом воссозданная ассоциация с таким супергероем да то есть все это никакой не супергерой а это какой-то смешной анекдотический и раздражающий неприятный человек который у всех вызывает ну какую-то такую кривую смешку да и а у питерцев еще и раздражение вызывает дикое своим вот этим идиотским поведением да и тут же например мы можем сравнить с каким-нибудь Юрием Никулиным да который до последнего своим образом шел рука в руку именно вот таким образом такого ну как бы доброго клоуна такого да и он до старости таким и остался да и где бы он ни был даже в жизни кто о нем не отзывается кто и как все говорят что в принципе он вот такой примерный был то есть такой вот Семен Семенович Горбунков такой ну только без простинки конечно ну в смысле без такого вот какой-то наигранной глупости да а просто таким очень таким простым добродушным доброжелательным человеком вот где-то строгим да где-то может каким-то самым ну таким не сдержанным да но всегда внимательным всегда каким-то вот таким вот это самое и да не посмотри как бы нигде ни одной новости невозможно найти о каком-то скандале связанном с Никулиным например или например с тем же Яковлевым например вот или с Ульяновым то есть вот действительно это те самые это те артисты те актеры которые понимали ответственность которую они на себя взяли то есть понимали то что раз они стали всеобщими любимцами они не должны предавать своих почитателей не должны им плевать в лицо не должны вести себя с ними как с говном как с челядью как бы как бы их не превозносили да нельзя становиться вот таким хамом таким а вот некоторые становятся и как говорится что даже сейчас про Высоцкого это все почитать ну как бы тут пауки в банке вот реально читаешь про вот это их общество вот этих всех артистов вот этих вот всех там художественных руководителей и прочее прочее они все вот это вот на каких-то самых-самых низменных находятся порядках они все друг друга ненавидят на самом деле они все друг друга не переводят они все друг другу завидуют и особенно если вот вылез какой-то это самое выскочка да грубо говоря и вылез я еще раз повторяю скорее всего не просто так а скорее всего с чьей-то помощью то есть у него просто среди его поклонников появились такие которые реально были такие всемогущие что ли можно сказать по тем временам которые позволяли вот это все ну понятное дело что те кому не позволяли они начинали реально завидовать а в чем мы чем мы хуже мы тоже так хотим мы тоже хотим мерседесы мы тоже хотим вот так вот жениться на иностранках постоянно мотаться и жить там за границей сколько захотим и когда захотим и куда захотим почему мы должны там ждать каких-то особых распоряжений разрешений там куда-то поехать там просто хотя бы на обычной официальной гастроли выехать и то приходится сражаться друг с другом собакам на этом вот на ринге бойцовым чтобы вырвать друг у друга разрешение на выезд за границу чтобы там где-то что-то с каким-то театром с каким-то выступлением это приходится добиваться а тут вот так легко все получается просто раз вот по желанию по какому ты поехал естественно это будет вызывать негатив и там вот такие моменты в книге указаны что какое-то было в каком-то театре там уж не помню короче был какой-то какой-то вечер посвященный какой-то годовщине то ли этого театра то ли чего и все актеры делали там какие-то маленькие интерпризы выступления и сами же их смотрели то есть получается они вот все собрались такой сделать как бы типа капустник то есть сами же пришли сидели в зале а сами же по одному там что-ли выходили на сцену и друг перед другом выступали ну как-то вот такой был чисто такой между собой такой был театральный то есть для своих вот и когда выступал Высоцкий все молчали то есть когда там это самое ну кто-то там остальные выступали там это вызывало какие-то какие-то эмоции из зала аплодисменты какие-то эти а когда он выступал просто гробовая тишина игнор и никаких аплодисментов ничего то есть вот он в полном молчании спел что-то там вот хотя он очень старался и это его прям так расстроило какому-то он своему другу говорит говорит типа того ну как так-то я так старался я так вот это самое а они не оценили вообще что я им сделал и там такая фраза была сказана от Высоцкого ну что я там там типа ну там что-то он там такой подвесили там насрал ну как грубо говоря да но такая вот еще была фраза что мерседес у них что-ли отобрал а до этого говорил что где-то купил мерседес причем там опять-таки вот такой вот еще Ахатабыч появлялся вот этот волшебный то есть купил мерседес у какого-то там своего друга за границей удалось так ну как бы относительно под дешевки прикупить ну и там договорились с быстрой растаможкой там за три дня быстренько машину переправили в Советский Союз как вот как он захотел машину импортную за границей купить он купил и просто буквально так по щелчку волшебных пальцев машина через три дня оказалась в Советском Союзе все полностью оформленное полностью сделано вы представьте кто из обычных простых людей вот так бы мог я что-то вот как-то думаю что никто так не мог я даже думаю что из каких-то высоких людей даже каких-то облаченных в какую-то власть даже даже у таких людей в те времена не было таких волшебных возможностей чтобы так быстро и так легко что-то что-то мне так подсказывает сразу какой-нибудь АБХСС бы появился и сразу так товарищ а как-то так у тебя вышло откуда машинка откуда денежки на машинку ты ведь ее как-то купил купил ты ее за границей ты что за рублей ее там купил нет ты купил ее за валюту откуда у тебя валюта и вообще да ты сразу такая веревочка пошла-пошла-пошла и смотришь дядечка уже сидит поэтому все а тут некоторые как говорится все животные равны некоторые очень так сильно ровнее Владимир Семенович был очень ровнее всех остальных я вот смотрю и все это опять-таки Груша расписывается так просто вот просто вот как есть просто эти мага как вот этот Гарри Поттер то есть маглы какие-то то есть это просто обычные люди а есть маги то есть волшебники которые наделены вот этими вот умениями вот значит колдовать и создавать какие-то чудеса и вот Высоцкий это вот маг да какой-нибудь там Гарри Поттер а все остальные вот это вот советские граждане это маглы то есть просто обычные люди которые не могут не обладают волшебством вот как-то так получается вот и так легко описано все это блин ну что такого ребят ну это же нормально понимаете это нормально просто поймите что это нормально ну ну и что и вот это вот событие да произошедшее Высоцкий опять-таки не ну как бы не знаю может он допер конечно что это в общем-то связано в общем-то совершенно не с его выступлением а это связано с завистью к нему и самое-то главное что тут вот можно было просто понять если бы Высоцкий был менее честолюбив и проще ко всему относился во-первых для него это вот вот это событие на него бы оно вообще по идее никакого отношения произвести не должно ну вы я выступил мне пофигу мне на Ваше мнение как говорится вот если Вы там не что-то это самое завидует кто-то или что-то ну и плевать мне это что с того мне от этого ни тепло ни холодно нет если конечно я бы хотел наладить с Вами отношения вот реально наладить но тогда это по-другому бы делалось например можно было просто с людьми поговорить как-то попытаться выяснить ситуацию а если ты не хочешь выяснять как ты не хочешь реально идти на диалог пытаться разобраться в таком отношении к себе да то есть ты ставишь себя выше их всех вот тогда я говорю что можно просто забить на них ну и них не похлопали вы мне молчали вы там ничего не сказали я выступил я выступил мне насрать все а Вы как меня приняли мне пофигу вообще абсолютно на Вас и все и более того мне должно быть пофигу потому что потому что если Вы вот так меня приняли да то почему должно как-то цениться выступление остальных то есть Вы остальным принципиально хлопали а мне нет то о чем это говорит это может говорить только о том что Вы хлопали остальным вот так яростно да чтобы меня ущучить конкретно что смотрите вот мы всем похлопали даже каким-то полным там каким-то Васем там да третисортным мы их там оооо браво браво бис да а ты вот вообще никто и звать тебя никак мы тебя вообще даже не слышали да это только о том говорит что Вы меня наоборот услышали это говорит на том что Вы наоборот меня выделяете и Вы это сделали чтобы меня ущучить а почему это должно меня ущучивать как-то это самое почему мне должно от этого быть Всех вас причем, потому что если бы я был не лучше, вы бы вот такого мне не сделали, такого, можно сказать, подарка, да, вот так вы меня не выделили, а вы меня именно, именно вы меня выделили, меня одного, так только можно сказать, ой, хорошо, хорошо, ну и завидуйте, господи, ради бога, мне-то че, я живу так, а вы живете так, и утритесь, как говорится, вот и все. Ну нет, Высоцкий там прям чуть ли не слег с инфарктом после этого, там описывал, там страдал, 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 ну еще один пример того, что это был очень крайне честолюбивый человек, он очень болезненно переносил вот эти все неудачи и очень сильно зависел от мнения, причем от мнения именно исключительно от положительного. Любое остальное мнение было для него крайне болезненно, вот, и причем все замечания даже какие-то критические, которые ему подавались, то есть там это все из этой же книги тоже берется, что этот там кто-то сказал, это этот, и причем, знаете, когда вот кто-то что-то начинает его критиковать, я заметил, там везде автор пишет, значит, что. И вот опять по, значит, указке там какого-то там, кого-то сверху, какой-то там худрук там, какой-то там это самое, критик там или кто-то, он высрался типа того на Высоцкого, на его произведение, там, короче, раскритиковал в пух и прах, разбил, просто притянул за уши какие-то факты, что-то там намутил. И вот там, я пока читал, там, ну, блин, раз пять повторяется за всю книгу, везде, когда какая-то критика, везде, ну и опять кто-то сверху, такой кто-то сверху спустил как бы указание какому-то там своему ручному какому-то вот этому халую, короче, вот этому из критиков, да, чтобы нашего дорогого, значит, Высоцкого, он, короче, прополоскал в своей критической статье. Ну, и там такой бред в этой статье, ну, прям такой бред, ну, прям вообще, ну, он не знал, к чему придраться, он там вот такую фигню понаписал, что вот это то, вот это сё. То есть, Вы понимаете, да, и вот тут критиковать Высоцкого просто нельзя. Ну, как, знаете, вот это вот, можно только либо о нём хорошо говорить, либо никак, ну, либо никак вообще молчать, просто скромненько про него. Критика какая-то, тем более. А если какая-то критика есть, то, ну, блин, ну, ребята, ну, Вы понимаете, что это не может быть от чистого сердца. Ну, как, ну, как вот эти все вот худруки, мудруки, это же всё быдло, это всё халуи, которые там ручные марионетки каких-то там высоких чинов. Что это какому-то там высокому человеку Высоцкий там поперёк горла встал, вот какому-то. Причём, что это за человек нигде не указывается, никаких намёков нет. Кто же так ненавидел Высоцкого наверху, что вот натравливал своих вот этих вот ручных халдеев, вот этих вот кликуш, на него постоянно вот это вот, чтобы вот он вот капал на мозги и громил его, значит, великолепное, гениальное произведение. Что же, кто это такой был, что за такой, я не знаю, этот Волан-де-Морт такой чудовищный там сидел. И даже нету намёков на то, что предположений даже нет на то, что вот эти вот самые так называемые кликуши, что все вот эти критики, да, что они могли вообще-то, вообще-то, что они могли сами без чьей-либо указки это говорить. То есть это вообще исключается, такого быть не могло, они не могли это сами говорить, ну, камон, ребята, ну Высоцкий, ну чё тут, ну Высоцкий, всё, это волшебное слово, волшебное слово Высоцкий, всё, вот оно произнесено, и тут должны все сразу вот растечься, короче, дифирамбами, великими высказываниями, там, просто почитание, просто пасть ниц должны перед этим вот Богом просто, ну как вот, если верить вот этому автору, да, вот этой книге. Ну как мы, как про Высоцкого можно вообще сказать что-то в негативном ключе? Как вообще можно усомниться в его творчестве? Как можно что-то где-то, как может что-то вообще не понравится в его творчестве? Ну это же, блин, такой нонсенс, ну это же нонсенс, ну вы понимаете, ну это идеал, это вот как бы палата меры весов, из палаты меры весов вот этот вот просто идеал взят, да, эталон. А кто-то сомневается, что этот эталон неправильный может быть, ну как, это же не может быть, естественно, что от чистого сердца, ну не может такого быть. Это явно кто-то спустил сверху, чтобы просто поднасрать нашему великому божеству. Ну, я вообще, конечно, просто в шоке от этого, такого захода, что ну нормально так вообще. Ну не, ну даже, даже вот вы сами только что говорите, что там Высоцкого там не любили, там его там коллеги, там многие завидовали ему, там прочее, прочее. Ну а что, а вот эти критики, которые вот писали разгромные статьи на него, вот даже по вашей же самой, ну по вашим же предыдущим вот этим записям, да, о том, что как-то там к нему это самое, его там недолюбливали и прочее. Даже если им верить, что обязательно кто-то должен был при этом сверху спускать какие-то циркуляры, что Высоцкого, значит, надо раскритиковать, там что-то где-то замочить в сортире, да. А они сами ему завидовать не могли, вот лично вот эти вот люди, чиновники на местах, вот в этих вот художественных руководителей, вот эти все, да, там критики там вот эти вот, там всякое-всякое вот это вот, да. Они что, они вот лично, они тоже прекрасно видели, что Высоцкий себе позволяет, какая у него жизнь роскошная, в отличие от них. А они даже при всех своих возможностях, они такого себе позволить не могут, потому что если они начнут вот так вот тоже выеживаться, ими вот конкретно начнут интересоваться, и быстренько попрут с их мест, а там прям вот если их с мест начнут переть, там на их места уже, не знаю, по пять человек метят на такой тепленькой креслице. Блин, естественно, все воспользуются этими случаями, только давайте. А Высоцкий этого не боится, ну потому что, просто потому что, когда ты чиновник, например, да, то вся твоя как бы силушка богатырская, да, заключается именно в том, что ты вот как бы занимаешь это место. А вот если ты действительно талантливый исполнитель, то твоя силушка богатырская в твоем талантливом исполнении, и если тебя сместят, то такого же Высоцкого на твое место уже поставить-то не смогут, чтобы он точно так же пел, точно так же был всеми любим, популярен, там, прочее, прочее. Или там играл какие-то, ну в театре еще ладно, его можно там как-то заменить, да, но как в исполнителя его уже не заменишь. И вот поэтому он мог себе позволить вот так вот сказать, ну а что Вы сделаете, Вы что меня как-то замените кем-то, да, вот даже если что-то, кто-то там мог на него там выеживаться, да, там вырубаться, там как-то он мог сказать, ну и что, и что Вы мне сделаете, по идее. Ну да, давайте Вы меня это скиньте, запретите меня, ну так моя музыка-то, мои песни никуда не денутся, и как слушали, так и будут слушать. Вот на тех же кассетах там, где-то там это самое, и что, всех будете сажать за то, что они мои кассеты слушают? Ну, а опять-таки, на каком основании в моих песнях нет ничего такого, каких-то призывов там, чего-то такого, что можно притянуть за какой-то терроризм, за какой-то там экстремизм, да, за какую-то там антисоветчину какую-то, да, там. А песни вот простецкие, про то, про сё, там, про жизнь, и что Вы мне сделаете, собственно, Вы мне сделать не можете ничего, вот и всё. А ещё более того, что кому-то этого всё очень сильно нравилось наверху, да, кто-то его действительно тащил, то есть у него были наверху-то, вот как складывается, если по книге, складывается ощущение, что у него наверху-то были как раз не злопыхатели, а будет наверху у него как раз-таки и эти самые поклонники, покровители какие-то тайные. Кто это, опять-таки, тоже непонятно, но неважно, тем не менее, они были. Ну, вот так всё показывается, что всё это самое. И вот, возвращаясь к его аморальному, скажем так, поведению, да, какому-то вот, ну, опять-таки, вот, когда вот он там развёлся с женой, там это тоже вскользко так описано, что там вот, там, я что-то там хотел сделать какой-то там, ну, как-то не реабилитироваться перед детьми, там, а как-то что-то, сгладить вот этот неприятный момент развода, да. Он только всё сделал хуже, получился там скандал, вытек из этого всего, дети там, ну, как там, кто-то там, у него сын расплакался, разрыдался и, короче говоря, всё превратилось опять в очередную какую-то вот эту очень сильно неприятную историю, да. То есть он хотел как лучше, типа, сделать, а только всё усугубил. Ну, как-то вот так вот, вскользь так вот это всё описывается, вот. Вот. И это самое, ну, куда деваться, типа того, и, короче, вот он с Мариной Владей решил, как бы, наконец-то официально, ну, как бы, жизнь свою объединить, вот. И такой момент тоже, значит, когда нас, говорит, расписывали, вот он, и то, что вот это всё так описывается, вот это плохо, вот это гнусно, вот это вообще отвратительно, вот это как-то вот то, то есть мы пришли в ЗАГС, там вот это вот красные дорожки какие-то вонючие какие-то, какие-то чёрно-белые какие-то, быдло какое-то, вот эти как коловянные солдайтики какие-то вот стоят, эти молодожёны. Почему вообще молодожёны? А если им там по 60 лет, какие они молодожёны? Кто вообще этот бред придумал? Вообще этот чушь и придумали до сих пор вот этому вот как бы следу, вот этому говну вот этому? Ну, куда деваться, раз уж мы в таких вот условиях существуем, вынуждены в таких условиях существовать, придётся тоже, короче говоря, вот как-то соответствовать этому говну, вот. Но чтобы показать, что мы не такие, там Высоцкий, короче, был в какой-то синей водолазке, а Марина Влади была в какой-то бежевой водолазке, то есть они в каких-то водолазках были, в кофточках каких-то, вместо костюмов, потому что вот мы не такие, как вот эта вот чернь, которая вот, она вот в говне копается всю свою жизнь, типа того, а вот жениться пора настала, они из говна вылазят, говно с себя соскребут и надевают на себя эти вот фраки и белое платье на один день только, чтобы соответствовать вот этому. А потом опять свадьба закончилась, они вся вот это снимают и опять в говно ныряют как-то. Ну как-то вот так вот просто это выглядит, очень мерзко, вот лично для прочтения было мерзко вот это читать на самом деле. То есть люди вообще, остальные, ну как вот помимо вот их, там вот этих небожителей, это просто какая-то мразь какая-то, знаете, вот какие-то черви, которые копошатся у ног богов, вот это вот. И более того, ещё пытаются как-то этим богам соответствовать, то есть как-то немножко хотя бы на них походить. И это выглядит так отвратительно, так унизительно, что приходится вообще с ними вот это самое, как-то иметь какое-то дело. Ну ужас как-то вот какой-то. А самое ужасное было вот в этом дне, что вот эта вот регистраторша, она какая-то, кто-то какая-то там баба, я не знаю, вылезшая тоже из какой-то помойки. А она говорит, Владимир Семёнович, ну как же так? У вас же дети, семья, вы там столько с ними прожили, и почему вы вдруг их бросили? И ну как-то вот так что-то такое замечание сделал. И что-то как-то вот это самое, вы считаете это хорошо? То есть как бы вот, ну как-то вот так вот это вот, что же вот так вот? И это вообще-то так унизило, короче, Высоцкого просто. Кто-то так, он говорит, я конечно ничего ей не сказал, пришлось там что-то как-то сквозь зубы там что-то промурзиться, что-то в ответ, что вот это самое. Я конечно ничего не сказал этой мрази вот этой вот, но какое твое собачье дело? Какое ты право имеешь лезть в мою личную жизнь? Еще кто ты такая? Челядь там, не знаю, крестьянка, блин, кухарка какая-то вот, мразь вообще. Кто перед тобой стоит? Ты какое вообще право имеешь вообще со мной? Мне такие вопросы задали, это типа у него в голове такое было. Но, конечно, как человек был воспитанный и вежливый, ничего это ей не сказал. Ну, вот этот момент, конечно, очень показательный, прям очень. Ну, что тут скажешь, вот, что я об этом всем думаю, как бы. Понятное дело, что, что такое вообще вот, ну, произошло, можно сказать. Когда вообще просто даже отмахнем Высоцкого там, да, вот этих вот каких-то известных людей. И просто возьмем обычных людей, обычные, обычные семьи, да, то есть, вот, есть семья, вдруг эта семья распадается. Вот по-вашему, вот честно, по-вашему, это как? Вот лично, не знаю, как по-вашему это, но по моему мнению, это всегда трагедия. И распад семьи, развод, он всегда, всегда связан с негативом, всегда связан со спорченными нервами. А тем более, если там есть дети, вот это умножает просто трагедию. Потому что, если взрослые разбежались и все, для них это было неприятно. Но они это пережили, но когда есть дети, у которых есть мама и папа, и тут другого, и мама отдельно, папа отдельно. И нам непонятно, что, к папе там, или к маме, или куда. Эти дележки, вот это, начинают, я вот это оставлю, я вот это оставлю, я вот это заберу. То есть, фактически, их мир рвется напополам, да. И часть уходит куда-то, как айсберг в одну сторону, часть в другую. А мы теперь не знаем, как, нам приходится там с папой встречаться, или с мамой встречаться по каким-то определенным дням. И как-то вот это все. Я, конечно, прекрасно понимаю, что зачастую, нередко, да, нередко прямо, что бывает так, что развод это лучшее из зол. То есть, как бы, наименьшее из зол. То есть, когда реально хуже, когда семья сохраняется, жить вот в этих условиях, нежели просто, чтобы она распалась. Вот по-живому рубануть, и все. Но зато не будет последствий. То есть, гораздо хуже, когда люди именно живут друг с другом, да, ну, терпят друг друга. Хотя уже они друг друга ненавидят, они уже друг друга презирают, и друг другу неинтересны. Вот когда ребенок в этих условиях воспитывается, это в сто раз хуже, если родители были бы в разводе. Потому что это постоянный ежедневный стресс, это ежедневное напряжение, это семья нездоровая, ненормальная. А так как мы понимаем, что родители дают детям пример, то это пример очень плохой. И ребенок просто начинает складывать о семье ложные впечатления, что он понимает, что семья это плохо, семья это постоянные страдания, скандалы, какие-то драки и прочее, прочее. Он сам не хочет в будущем тоже в этом участвовать. Ему очень тяжело будет свою собственную семью создать, но что он, опыт у него, его родители, он крайне негативен. И поэтому в каком-то момент, конечно, если ситуация настолько действительно плохая, то нужно просто такую семью, как бы, ну, закончить ее существование, такой семьи и разойтись. Это, как говорится, нормально. То есть, ну, это не то, что нормально, это ненормально, неправильно сказать, что это нормально. Конечно, что тут нормального? Нет, ну, это, по крайней мере, допустимо. То есть, как некая такая вот ампутация, что ли, живого организма. Хотя, опять-таки, говорю, что это всегда связано с трагедией. И этим гордиться, этим как-то тем более как-то нормально к этому относиться, позитивно, положительно. И что как будто ничего и не было, да, и тем более, что, да, и что подумаешь, фигня какая-то. Нет, это не фигня, это на самом деле большая трагедия. Вот. И вот в данной ситуации Высоцкий, я думаю, должен был понимать, что вот то, что у них произошло, это нехорошо. Вообще, абсолютно никак нехорошо. И то, что ему замечания вот такое делают, но тут, как говорится, если он тем более человек разумный, он мог бы сказать, что да, это трагедия, это трагедия в нашей, в моей семье. Но, к сожалению, поступить иначе было нельзя. Вот. И, собственно, ну, как-то вот так. Ну, то есть, что поделать. То есть, как бы, не надо, а то получается, что он как бы говорит, типа, не твое собачье дело, там, траляля, все такое. Но, с другой стороны, он, опять-таки, подает негативный пример для миллионов других семей. То есть, те люди, для которых реально он небожитель, он образец для подражания. Они видят вот это прекрасно, что он взял и просто, ну, оставил жену и детей, да, и просто ради какой-то другой женщины. Ну, вот что его фанаты, его поклонники будут думать, да, они будут, да, блин, ну, тут же это нормально, что такого, вот это никакая не трагедия. Нормальное поведение человеческое, да, ну, надоело жена, там, надоели дети, что бы их не оставить и не уйти, там, более красивый, более какой-то... перспективный жене. Ну, почему бы нет? Высоцкий же это сделал. Ну, а почему я не могу? И вот это, я поэтому говорю, что когда прощаются вот эти все, даже не просто прощаются, а выдаются за какие-то... Из негативных примеров делаются какие-то даже позитивные или, по крайней мере, нормальные, нейтральные. Это, блин, это просто опасно, это вредно вообще для общества. Вот так делать. Потому что, если реально есть косяк за каким-то человеком, то есть, ну, опять-таки, я говорю, что тут два пути, как говорится. Если бы Высоцкий вел жизнь действительно скромную и действительно не светился бы нигде, то есть не рвался бы какой-то такой серьезной известности, именно как сам. То есть, вот у него есть сценическая жизнь там, где он выступает, да, все, он за сценой, он там переодевается, превращается в обычного серого человечка, такого незаметного, да, и спокойно там живет своей отдельной жизнью. Никто про эту жизнь ничего не знает, ну, кроме самых близких людей. Таких людей очень много, кстати говоря, которые вот именно так живут. То есть, им лично слава не нужна. Они наслаждаются славой своего творчества, своего мастерства сценического именно вот этого. Все, сцены ушли, все, личная жизнь, отличная жизнь, сюда никого не пускают. Ну, нет, Высоцкий даже не просто, как говорится, не стеснялся этого всего, а он был очень даже открыт в этом плане. И такое впечатление тоже складывается, что ему это нравилось, что им восхищались не только на сцене, но им восхищались и в личной жизни. Что на него смотрели, какой вот он живет, как вот он, это самое, вот такой вот днем вот это все у него идет, вот это он порхает в небесах. Вот, и это должно как бы тоже, по его мнению, что-либо было вызывать какой-то положительный эффект, какое-то восхищение им. Но вот наряду с его реальными такими благодетелями, ну, как, например, спортивное телосложение, то есть видно, что он занимается спортом, он держит себя очень хорошо, выглядит красиво, это хорошо, это, кстати, правильно, вот это вот относится к правильным таким примерам, да, например. Вот, то, что он, например, это самое еще вот выступает там, все такое, как бы любит музыку и прочее, тоже хороший пример, люди, глядя на него, тоже хотят научиться играть на гитаре, научиться песни сочинять, там, петь что-то, это позитивный какой-то пример, да. Но когда человек, вот именно у человека в жизни возникают какие-то вот такие негативные моменты, а он уже себя так экстраполирует, как такой вот образец, да, то, соответственно, и негатив точно так же, как и позитив, льется на голову людей. И люди также его воспринимают, а тем более никто это не осуждает, вообще никто, то есть, причем, ну, там не надо, как бы говорится, осуждать, что фу, там, фу, фу, там, ну, просто хотя бы достаточно нужно указать, что это нехорошо. Что это, вот именно данный момент, данный аспект жизни вот этого человека, он не вызывает одобрения, вот, всякое может случиться, да, и так получилось, что вот он, он, вот самые, вот так, такие вот у него эти самые моменты в жизни, да, у кого не может быть, как говорится, у любого может быть человек такой, но надо понимать, что это трагедия, это нехорошо, и повторять это не надо. А надо понимать, вот главное надо понимать, что Высоцкий, как и конкретно в данный момент, это не Бог, а это человек, такой, как мы, со своими хорошими качествами, со своими плохими качествами. И вот мы, как люди, должны его хорошим качеством стремиться, а плохим качеством, плохих качеств избегать и учиться на них. Ну, например, у нас есть старший товарищ какой-то, например, да, или наш папа, например, вот он алкаш, да, он бухает, но при этом у него золотые руки, и он что-то там мастерит, что-то там делает, какие-то поделки там, я не знаю, или что-то там такое, вот вещи какие-то делает. Вот мы должны четко понимать, что вот это его стремление к мастерству, вот этому вот, нужно у него учиться этому, и нужно брать с него пример, вот именно вот этого хорошего качества стремления к труду, вот к этому самому какому-то созидателю. А пьянство – это негативный пример, и вот бухать как он мы не должны, а мы наоборот должны учиться на его примере, мы должны смотреть, что это пьянство, куда его привело в итоге, да, что он совсем там спился, превратился в такое что-то неудобоваримое, такое что-то отвратительное. И видно, что человек хороший, нормальный, который мог бы действительно еще себя, не знаю, как проявить, мог бы создать, не знаю сколько, а он себя угробил вот этой вот дурной привычкой. И мы, как нормальные люди, должны со стороны на это смотреть и говорить, ага, вот это мы берем на вооружение, а вот это вот мы ни в коем случае не приемлем. То есть вот тут мы должны, вот по этому его ложному пути мы идти не должны, а мы должны вот именно поэтому идти, продолжать развиваться в этом направлении. Вот так же и с такими кумирами, как Высоцкий, должно было по идее быть, что вот мы тут на него равняемся, а вот тут вот как бы мы его не одобряем, вот как человека конкретно, не одобряем его тут и все. Но нет, а вот, пожалуйста, вам. И вот он, конечно, все это понеслось, он там начал пить, там за питьем начались вещества, и там, причем в этой книге тоже не стесняются это все описывать, что как он там чуть Марину Владе не придушил за то, что она у него бутылку отнимала, потом он с бутылкой заперся в сортире, его там тут вытаскивали чуть ли там не бригада, там не знаю, там ментов и скорой помощи, вот. Вот, ну как-то вот это вот все. И причем такие моменты даже там зачастую описывают, когда там с Мариной Владе они там ссорились, как бы это уже с ее слов идет, что она несколько раз говорила уже, что это, блин, я больше так не могу, короче, блин, сил нет. Вот я, говорит, только с ним держусь из-за того, что сильно его люблю просто очень, ну как чисто вот это самое, по-человечески, вот. Но его поведение, говорит, все хуже и хуже, говорит, это очень тяжело такое переносить, вот просто там в каком-то момент он там ее чужим именем что-то назвал тоже, ну, соответственно, зачем? Зачем вот это вот было говорить, вот это вот? Вот это конкретные моменты, да, когда это самое, ну, Игорь, если вы об этих моментах говорите, если вот в реальном вы их вынесли на всеобщее всеуслышание, да, то тут только один момент, это нужно осуждать и нужно просто говорить читателям, слушателям, что вот видите, вот смотрите, человек, да, который в принципе имел все для своего счастья, почему-то, по какой-то причине пошел по пути саморазрушения, самоуничтожения, вот почему так произошло, это самое, ну, даже непонятно, неизвестно, почему это произошло, там можно не вдаваться в подробности, не строить гипотезы, но вы, слушатели, уважаемые, дорогие, вот вы историю-то Высоцкого знаете до конца, что с ним в итоге-то случилось, страшное, что потом с ним произошло, это вообще, не дай бог, никому такого, что он там под конец, там, под занавес своей жизни переживал, как он там падал, там, чуть ли там не умирал, его там в последний момент спасали, это чудовищно просто, вот вы хотите такого? Нет, не хотите, поэтому кумир кумиром, конечно, понятное дело, но, значит, есть какие-то моменты, которые нужно так же понимать и воспринимайте это как дополнительный урок от вот этих наших всеобщих кумиров, к чему могут привести вот эти вот необузданные желания чего-то излишнего, либо даже, может быть, это даже была не жажда излишеств, может, это было желание уйти от каких-то проблем, тем более, если учитывать, тут опять-таки нельзя скидывать со счетов то, что Высоцкий был очень ранимым, да, как я уже говорил, как это все говорилось в книге, что он был очень тщеславен, и это тщеславие его очень сильно ранило, то есть, когда что-то как-то было не по его, когда кто-то где-то как-то его критиковал, как-то кто-то сомневался в его гениальности, да, вот этом величии, это очень сильно ранило, и, скорее всего, даже не скорее всего, а точно, это на его нервной системе, на его сердце сказывалось, и чтобы загасить вот эту вот свою боль от этого всего, от этого разочарования, да, что так вот, кто-то так вот его не, это самое, не принял его величину, да, он гасил это какими-то примитивными вещами, ну, вот, например, алкоголем, просто пытался спрятаться за алкоголем, вот вам, пожалуйста, отличный урок, да, то есть, ребят, если вы такой ранимый, да, и такое бывает, люди часто бывают ранимыми, даже не из-за тщеславия, а просто самокритичные сами к себе, то есть, самооценка у людей занижена, бывает такое, да, он что-то пытается, пытается, а его тут по башке хлоп там, как бы, то есть, некоторых людей надо поддерживать, просто чисто психологически там, как-то настраивать на позитив, всякая критика их очень сильно губит, и даже, я говорю еще раз, это не из-за тщеславия даже, может быть, а из-за излишнего, излишних претензий именно к себе, что вот я такой вот, я такой скромный, я такая вот мышка такая вот запечная, сижу, тут у меня появилась возможность как-то себя проявить, я вот куда-то, ну, например, там на сцене выступить, меня там еле-еле уговорили, я там вышел, там песенку спел, и тут кто-то где-то там засвистел в зале, или просто хотя бы кто-то сказал, фу, мне что-то не понравилось, какая дурацкая песенка, и я все, для меня трагедия, для меня это просто невыносимо, как говорится, и я не знаю, как это пережить, я никто, я ничто, понимаете, вот есть такие люди, но вот этот данный конкретный пример Высоцкого говорит о том, что вот спасаться от таких ситуаций, от таких разочарований, какими-то такими средствами типа алкоголя ни в коем случае нельзя, потому что ты только усугубишь, и вот как мы видим, да, человек просто усугубил, но опять-таки я говорю, что самое мерзкое, неприятное и опасное в этой книге то, что вот эти все вещи, негативные именно вещи, которые были в жизни Высоцкого, они не просто подаются, они подаются как нечто нормальное, как нечто вообще такое само собой разумеющееся, ну и что подумаешь, ну да, Высоцкий такое делал, но он мог себе позволить, да, потому что он же бог, ну вот какой-то конкретный такой момент, вот, например, мой родственник один, да, он в то время тоже примерно учился в очень таком престижном военном училище, вот, 18 лет познакомился там с одной девчонкой, как бы, которая оказалась в итоге такой нечистой на руку, он женился, вот, благо детей не было, ничего, вот это хоть повезло, вот, но они там пожили чуть-чуть, выяснилось, что это просто какая-то, какие-то аферюги, короче говоря, и пришло, все дело пришло к разводу, ну и что Вы думаете из-за этого развода, просто там детей не было, ничего, просто, причем, они там пожили, там, тря-ля-ля, и начались обвинения того, что он там что-то ворует, то есть что-то там, это потом пришлось доказывать документально, благо, что были все подтверждения его честности, вот, но это прошло уйма времени, чтобы это все доказать, но его выгнали из училища, его потом, он потом восстановился, но это стоило таких, это просто, ну, таких гигантских трудов всей его семьи и его самого, ну, как бы, грубо говоря, дошли буквально до Москвы, пришлось дойти до самых верхов, и только тогда, только тогда его восстановили, но опять-таки не сразу, а опять-таки с каким-то испытательными сроками, то есть, вы понимаете, человек просто развелся с женой, при этом он развелся с ней, вот чисто просто по таким, ну, как сказать-то, моральным разногласиям, да, там не было ни драк, ни какого-то криминала, ничего, и тем более там не было детей у них, то есть, которые там остались бы без отца, там что-то, а там просто было такое вот чисто вот, их семья там начала что-то качать, короче, что-то какие-то претензии предъявлять, короче говоря, в результате вот такая вот фига, необоснованная причем, в результате развода, и тут же моментально курсант, причем он был отличником, тоже прям вот, ну, в смысле, вообще, как бы это там, образцом был вот в этом училище, и обродец-необродец, аморальное поведение, пошел он, все, вот и как это бьется с, чем вот этот вот человек, о котором я рассказал, офицер там, да, вот этот самый, сейчас как бы уже он и в высоком звании, уже, конечно, на пенсии, все там, но чем он хуже Высоцкого, вот вы мне скажите, или чем вы, вот лично те, кто это слушает, чем вы хуже Высоцкого, ну, конечно, вы можете сказать, что-то типа, ну, Высоцкий же хорошо так пел, там, ну, такой это самый мастер, ну, спору нет, как бы, да, пел хорошо, все такое, но это разве дает ему право быть, как, каким-то образом выше Вас, ну, в том плане, в плане закона, в плане вот этих вот всех поблажек и прочего-прочего, почему он вот это вот мог, ему вот это позволялось, а вам нет, и почему даже не просто позволялось, а сейчас вот эти все вещи, даже за которые сейчас, просто за упоминание которых даже можно, могут вас просто посадить, просто за то, что вы просто упомянули эти вещи, а он этими вещами пользовался, употреблял их, да, и это везде описывается, ну, ну, и что, ну, подумаешь, то есть это даже не осуждается никаким близким, даже каким богом не осуждается, ну, так он же бог, он же гений, ему позволено, а почему, собственно, ему позволено было, почему его даже не, никто не попенял на вот это все, а может быть, а с другой стороны, вот смотрите, если бы, может быть, кто-то хотя бы начал его обвинять вот в этом, и пенять ему, короче говоря, в этом, а может быть, это и даже бы и на пользу пошло, может быть, это бы его и спасло, вот как вы думаете, если бы к этому не относились, да ладно, он, он гений, и гений пусть пользуется, чем хочет, а может быть, не надо было, может быть, он нуждался в ограничении, может, его надо было осаживать постоянно, и не просто осаживать, типа, нет, тебе-то нельзя, это человека только раззадоривают на еще больше рвение, да, противодействие, а осаживать с объяснениями, с какими-то, вот чисто по-человечески ему объяснить, почему нельзя, почему туда не надо лезть дальше, может, как-то вот его это самое, нет, видимо, я так понимаю, никто и не пытался этого делать, то есть, либо запретить, вот тупо отрезать, как такое, как, почему мне тут запретили-то вообще, что такое, либо разрешите просто глаза закрывать, вот, ну, как, вроде как не разрешили, но глаза закрываем, не видим, вот вернулись, ты там, хоть что и делай, а мы не смотрим, все, мы в домике, ну, и как, и вот к чему это привело, это правильно, нет, это неправильно, это очень негативный пример, который стоило бы отметить, но нет, никто этого не отмечает, вот есть бог, вот, пожалуйста, камон, ребята, Высоцкий, ну, все, Еще такой показательный момент, что там есть описание того, как они с каким-то другом ездили в гости к Хрущеву. Вопрос, зачем они к нему ездили? Хрущев уже был в отставке. Там тоже попадание к Хрущеву было описано, как будто какому-то царю они, то есть через его дочь, выход нашли на его дочь. Дочь договорилась с Хрущевым, чтобы он их принял, они к нему приехали, долго разговаривали с ним. Ну и такой момент тоже. Ну, во-первых, непонятно, зачем вообще к нему приезжали? Там описывается, там как раз, и там все разговоры шли не о культуре, не о чем, и там все. Там, единственное, разговоры были такие, вот, блядь, вот просто, я говорю, что такое палево там вот в этой книге. Какие там разговоры о культуре были, но какие? Они спрашивали, Никита Сергеевич, а вот кого вы можете посоветовать из деятелей культуры, с которыми можно наладить отношения, наладить связи и пробить через них там всякие... И он, говорит, нам посоветовал вот этого, этого, этого. Понимаете, то есть вот на самом верху кого-то там, каких-то там министров, да, которые сейчас в власти, и с которыми можно договориться по-свойски, честно, кому можно подкатить. Вот он нам, говорит, дал список там каких-то товарищей, вот, то есть, понимаете, понимаете, да? Потом, говорит, что-то еще мы с ним поговорили, а, ну, о политике, а потом начали о политике тупо разговаривать. И речь шла такая, что типа, а вообще коммунизма можно ли достичь? А может, вот, то есть, такие, знаете, речевки, за которые, собственно, по идее, в те времена можно было схлопотать. Вот просто так реально. И Хрущев там им выдал всю, короче, подноготную. То есть, я вообще удивляюсь, о чем сейчас вообще можно говорить, как исторической этой деятельности там, да? Строить какие-то гипотезы там о деятельности Хрущева, там, и всех, кто после него пришел, да? Если вот можно просто вот эту книгу послушать, если это правда, конечно, если на самом деле это вот Высоцкий на голубом глазу это выдает о том, чем Хрущев рассказывал. И, говорит, Вы спросили, а вот вообще, как, по-вашему, коммунизм достижим? Как бы вот эта вот, ну, идея, как бы, то, это Вы что, по чесноку к ней шли, короче, ну, к коммунизму? Вот, то есть, на самом деле, вели народ к нему, а он, говорит, нам ответил. Да нет, конечно, ребят, ну, то есть, да, конечно, как бы так ответил, но ответ был, говорит, такой, что, говорит, о чем мы и догадывались, то есть, ну, естественно, что... И дальше пишет, но, к сожалению, в то время народ все еще верил в коммунизм. То есть, Вы понимаете, вот тут вот идет такое дистанцирование народа от вот этих вот божеств, божества. Тут, которые уже давно ни во что не верят, а у них свой путь, да, а тут вот этот вот народ. Вот, и у Хрущева сейчас спросили, вот, ну, Никита Сергеевич, ну, вдруг, неужели Вы не знали, что это самое? Вот Брежнев там и его клика там, Брежнев и его клика, напоминаю, это все брежневские времена. Они, короче, это самое... А тут такие разговорчики, понимаете, идут. Они, короче, вас, типа, хотят сместить. А Хрущев, типа, говорит, нет, я этого не понимал, дурак был. Если бы я догадывался, я бы не допустил этого. Ой, и Высоцкий говорит, типа, потом, такой уже от себя говорит уже, ну, когда уже они с ним распрощались с Хрущевым, говорит, ну, да, ну, да, конечно, все вы так говорите. Все вы были дураками, вот, а сами точно такие же. И ничего не меняется, короче, в наших этих самых делах. И кто-то потом у Высоцкого спросил, и что, ты ему пел? Причем, вот такой был вопрос, типа, ну, ты что, зашкварился, что ли, типа того с этим чумом, короче. А Высоцкий говорит, ну, не так, что-то он там попросил, там что-то вроде, ну, ну, но у нас, вообще, даже гитары не было с собой, поэтому мы ничего его не исполнили. То есть, отмазался, скажем, мы даже гитару с собой не захватили, вот, а у него там не было гитары. И мы тогда решили, так, ну, типа, так, дежурная фраза, ну, в следующий раз придем, мы тогда вам сыграем, споем. Ну, понятное дело, что мы к нему больше не придем, как бы, ну, дежурная фраза была такой. Блин, это такое гнилье. Причем, с одной стороны, Высоцкий вроде как Хрущева это самое преподносит. То есть, он его прям пишет там, что-то, он его уважает за то, что там он разоблачил Сталина, он нашел в себе смелость вот это вот, вот, уничтожить вот этот вот самый сталинский культ личности, вот он не побоялся и все это сделал. Вот, Хрущев ему рассказал, что после смерти Сталина у него произошла короткая такая борьба с Берией. Берия пытался тоже власть захватить, как Хрущев пишет, как бы, ну, в смысле, говорит, вот. Вот, но Хрущев был прозорливее, сильнее, короче, он Берию быстренько убрал, вот начал сам, короче, рулить. Вот. Ну, и поэтому за это типа того, вроде как Высоцкий его сначала пишет, что он его, как бы, уважал, что-то он повернул вот к этому самому, вздохнули полной грудью, у нас появились возможности. Но вот потом пришел этот Брежнев, который опять все свернул, короче, сбил с панталы, перекрыл кислород. Хотя, какой кислород тут он ему перекрыл, я вообще-то этого понять не могу. У него было, в общем-то, не просто все, у него было такое, о чем простой советский гражданин даже мечтать не мог. У него все это было. То есть, фактически он жил при капитализме Высоцкий. Вот, при, как бы, он был, как бы, он чисто жил буржуйскую конкретную жизнь, чисто. То есть, жизнь представителя вражеского противодействующего класса. Он пользовался всеми благами именно капитализма. Он зарабатывал в баксы, он катался по этому самому, по миру. Он жил прекрасно где-то там во Франции, под Парижем. Женился на иностранке. У него захотел, купил себе Мерседес, там, захотел туда, захотел сюда концерты. И вот только по щелчку хочу, чем там даже никто не приглашал особо. Он сам вот хочу туда, хочу сюда, короче говоря. И, пожалуйста, тут же ему все двери открыты. Блин, ну, как-то это самое. Захотел главную роль, там, получил главную роль. Уф, там, в спектакле каком-то, там, Гамлета мечтал играть. Опять-таки, почему он Гамлета мечтал играть? Там кто-то там же сказал, что, ну, потому что он, как бы, был очень тщеславен, понятное дело. И кто-то там какой-то из художественных руководителей там даже заявил, что я не вижу другого Гамлета, кроме как... То есть не существует другого Гамлета, кроме как Высоцкий. Блин, я вот опять вот тут вот тоже не могу понять, почему не существует. То есть когда Шекспир писал эту пьесу, он что, уже предполагал, что только будет Высоцкий, что ли? Для него, что ли, писал? Чушь какая-то, блин. Я говорю вот это вот самое, и везде Высоцкий отмечает, тоже там раза три, наверное, повторяется одно и то же, что в каких-то там моментах, что при каких-то стычках, там, небольших неудачах, ну, когда что-то где-то он недополучал, или где-то критику какую-то он на себя получал, там, на свои произведения, или что-то где-то какие-то там, через губу кто-то там с ним разговаривал, было трудновато чего-то добиться. Он всего добивался, самое-то главное, если это книги верить, он добивался всего, причем достаточно легко. Но при этом он всегда говорил, что, ну, ничего, ничего, надо потерпеть, надо потерпеть. Вот сейчас вот это говно все уйдет, вот это, ну, руководящее, да? Придет, придут новые, и придет новая, новая власть, новые, короче, возможности, новые вот эти вот все дела. То есть он везде, везде, везде грезил о приходе новой власти, которая сделает его жизнь еще более свободной. Хотя, как еще более свободной? Он не был заперт нигде. Вот так, если задуматься. Его никто не репрессировал, его никто, никто у него ничего не отнимал, никто его не предавал какому-то дикому забвению, никто его, это самое, не запрещал его спектакли, его фильмы, снималось кино с ним, да? Да, как бы, ну, я вот даже по этой вот самой книге, я не вижу никаких каких-то этих самых жестких притеснений. Наоборот, я вижу человека, дорвавшегося, да блин, до всех благ тогдашнего мира. То есть фактически он жил как какой-то вот реальный, реальная какая-то элита, вот, причем даже сопоставимая с современной. Ну, то есть, конечно, по меркам тогдашних возможностей, да, но, по крайней мере, он не уступал по своим вот этим возможностям какому-нибудь там обычному среднестатистическому голливудскому какому-нибудь, например, актеру, да, который там, конечно, там греб лопатой, может быть, бабло, но, по сути, также он имел те же самые возможности. Только голливудскому актеру приходилось за все платить, а Высоцкий, короче говоря, за него платило государство в большинстве случаев. Ему давали квартиры, ему давали, короче, какие-то, какие-то бесплатные там, не знаю, поездки, что-то там, как бы, и он даже деньги в это не вкладывал. Вот, все на халяву делалось, фактически вот эти основные дела. Сказать, что он там это самое, всего добился сам, ну, как бы, можно сказать, что он, естественно, приложил свой труд, без этого не обошлось, чтобы достичь таких высот. Но без возможностей, которые ему предоставляли, он бы этого ни в коем случае не смог добиться. Без образования, вот, без этого, без предоставленного трудоустройства, конкретно вот в театр, там, на Таганке, например. Сам бы, вот, будучи просто на улице обычным, как бы, человеком, который, тем более, работал, которому приходится вкалывать, там, на каком-нибудь заводе или в каком-нибудь офисе, да, там, с утра до позднего вечера, да, чтобы просто прокормить себя и свою семью, как-то еще дополнительно писать какие-то песни, что-то как-то там развиваться, куда-то, что-то, чему-то учиться, вряд ли у него была бы такая возможность. Поэтому сказать, что он прямо сам себя сделал, нет, это неправда. Не могло такое быть, что он просто сам вот с ничего, вокруг него все образовалось. Нет, он вписался просто в эту всю жизнь, и он воспользовался теми возможностями, которые были ему предоставлены. Просто воспользовался с умом, вот, и со стараниями, со своими, и поэтому только этого достиг. И самое-то главное, что Высоцкий, это не слава, точнее, вот этого его, ну, в смысле, талантливого автора-исполнителя, эта слава, она заключается не в нем, а в нас с вами, в людях, в слушателях. Потому что если бы не было людей, не было бы вот этой вот массы поклонников, да, окружающих его, которые именно его превознесли, которые именно сделали его таким прославленным, да, он бы был никем вообще, он бы никому не был нужен, абсолютно, как бы ни старался. Это чисто заслуга людей, которые его окружали, и это вообще, ну, это касается не только его, это касается всех вот этих современных знаменитостей, певцов там и прочего-прочего, там, каких-то там заслуженных артистов. Их слава строится исключительно на нас с вами. Это мы с вами их такими сделали, это мы с вами их прославили. Их популярность зависит только от нас. Если бы не было нас, они бы вообще никак не могли себя реализовать. Ну, перед кем? Перед кем бы они смогли добиться такого величия? Не перед кем. Мы их такими сделали, понимаете? А на нас сверху плюют. И нас называют говном, быдлом, всякой херней, там, народ, вот он там все еще... То есть народ это народ, это всякая черня, а вот мы это белая кость, понимаете? И самое обидное, что мы к этому относимся спокойно, совершенно и говорим, да-да, но они же заслужили. А мы не заслужили? Вот такой вопрос сразу. А почему мы не заслужили? Чем хуже Высоцкого, например, какой-нибудь доктор там, да? Или какой-нибудь капитан дальнего плавания? Или какой-нибудь там, я не знаю, инженер? Вот чем он хуже? Просто потому что Высоцкий, его работа заключалась именно в представлении самого себя, своего образа, своего внешнего вида. Ну, без этого он бы просто не мог быть тем, кем он являлся. То есть артист, он зарабатывает тем, что он показывает себя, да? В то время, как, например, какой-нибудь инженер, и про него даже никто ничего не знает, и он сидит где-нибудь там в этом, в каком-нибудь лаборатории, там, да, в каком-нибудь отделе, вот, что-то там чертит, там, что-то там пишет, да, про него вообще никто не знает. Ну, что, его работа хуже просто потому что его никто не видит? Или он не заслуживает каких-то благ? Почему на инженера за какие-то проступки, за употребление алкоголя, за какое-то там аморальное поведение, и уж я молчу про наркотики, почему на него сразу же, это самое, валятся все обвинения, и его ждет суровое, строгое наказание? И все это одобряют, да, правильно, он же вот такой, вот он вот это самое, то есть это правильно. А когда есть какой-то небожитель, который, вот это самое, в общем-то, по сути такой же человек, живет в том же самом обществе, да, он занимается несколько другими вещами, но эти вещи, как бы, я бы не сказал, что они как-то позволяют ему вот быть таким. А почему, собственно, они должны ему позволять быть таким? Это как-то что, влияет на его какое-то творчество? Я думаю, что нет. Нет, это как-то влияет на качество его произведений, тоже думаю, что как-то вот нет, не особо, что-то он, можно ему это вот позволять, вот так вот себя вести, да. Почему этих мы будем, к этим будем относиться вот так, с негативом, да, а к этим, которые тут же живут, мы будем все им прощать и говорить, да, это нормально, зачем, что вот на это самое. Ну, вот как-то вот стоит об этом, я считаю, задуматься. И тут я говорю еще раз речь, речь идет не о Высоцком и обвинения идут не в его конкретный адрес, потому что кто такой Высоцкий конкретно? Ну, Высоцкий, вот так, если задуматься, это ребенок, ребенок, родившийся у того, скажем так, общества, вот, ребенок избалованный этим обществом, именно по его недосмотру, по его поощрению, просто потому что, ну, он классный, он молодец, он старается, ну, и если он старается, если он молодец, то можно как бы вообще не обращать внимания на его там какие-то мелкие шалости. А мелкие шалости становятся все крупнее и крупнее и крупнее, и в результате эти мелкие шалости его же и губят. Я вам вот могу привести пример такой из жизни, из личной, да. Вот у меня там, ну, у моей мамы на работе была сотрудница, с которой они дружили. У нее было два сына, то есть первый сын у нее родился, когда они, она еще была молодая там, и, ну, я так понимаю, у них был не особо ожидаемый ребенок, потому что они еще были не готовы, они были еще слишком молодые, но так он родился, ну, что поделать, короче, пришлось воспитывать, и пришлось это, ну, хотелось еще для себя пожить. Ребенок раздражал, поэтому вот этого старшего сына его с детства гнобили. Ну, в каком плане? Сторгачек, короче, держали. Постоянно какие-то наказания, постоянно какие-то эти самые претензии к нему, то есть срывали зло на нем, и вот прям вот в черном теле реальный ребенка держали. Вот, когда вот он там подрос, они как бы дозрели до родителей его, до, значит, уже ожидаемого ребенка. Ну, можно завести еще одного, уже захотелось маленького там, что-то вот там поводить. Этот вроде уже вырос, все как бы, и уже не привыкли к нему так, как к говну, короче, относиться. А захотелось к маленького, вот, чтобы, знаете, еще вот опять-то почувствовать вот это вот уже. Потому что сейчас уже желание-то есть, тогда не было, а сейчас тоже есть такое вот именно родительское. Родили второго сына, и вся любовь была, значит, адресована этому маленькому. Он был просто башком. И мамашка постоянно хвасталась, что вот этот вот старший, ну, дурак дураком, тупой там, в школе там еле-еле учится там, короче говоря, ну, как бы не двоечник, конечно, ну, он там с тройки на четверку вот так перебирает, тяжело ему как бы достается, как бы вот эта учеба, постоянно вот этот вот самый тупой какой-то он, вот неумелый какой-то вот он это самое, заторможенный, и вообще такой дурак, короче, какой-то, а младший, а младший, вы представляете? А, короче говоря, время такое было, что, то есть, он там уже и по дому убирается, и все делает, и все такое, а время было такое, что, ну, как же, начало 90-х, когда, вот, ну, знаете, дети, ну, такие еще сопляки, была такая популярная тема, на жвачке зарабатывать, мыть машину, мыть стекла машин, то есть машина останавливается, подбегают эти пиздюки, короче, начинают драйвить там, вот это самое, хочешь ты, не хочешь, там, вот, и какие-то копеечки зарабатывать. И вот он, типа, этим занялся, мамаша это восприняла просто как, этот самый, награду, вы представляете, мой-то, вот, младший, вот, он моет машину, первые деньги принес домой, сам себе купил там, что-то, тетрадки, там, сам себе жвачку купил, там, мне, там, какую-то конфетку купил, там, мам, вот, я тебе заработал, вы представляете, ну, какая умничка, ну, прозорливые тетки ей сказали, говорит, ты, говорит, это, поаккуратнее, говорит, с этими всеми вещами, повнимательнее следи, говорит, это, на самом деле, не так все просто, поэтому, говорит, ты, это, да ладно, да он у меня умница, он никуда ничего, ну, и что вы думаете? Потом выяснилось, что он клей начал понюхивать, его, конечно, поругали, там, как-то так пожурили, но, ну, простили, ну, че, говорит, Я больше не буду, ну, сказал, больше не буду, все. С Клея он перешел на травку, а потом занялся чем-то потяжелее. Ну и, короче говоря, стал наркоманом. Более того, уже в тот момент у него была семья. Чтобы спасти, значит, отвезти его от дружков, вот этих нариков, и спасти семью, они даже переехали в другой конец, короче, России, то есть на Урал. Ну и там он, короче, продолжил все это дело. Потом вообще тупо от семьи сбежал, бросил семью, влез в долги, короче говоря, и сторчался полностью. То есть вы понимаете. А второй, ну, в смысле старший брат его, он выучился. Пошел, значит, в школу милиции. И получил, короче говоря, ну, стал, выучился там на мента, короче. И причем не просто на мента, на каком-то там это самое, то есть то ли он в ОМОН, то ли куда-то. То есть его взяли в какое-то такое подразделение, такое, ну, уважаемое, элитное. И он там прям сразу начал, 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 начал расти по карьерной лестнице. То есть он там дичайшим уважением, короче, пользовался. Он завел семью, отличная семья, короче, там жена, дети. И со всех сторон человек, прям, вот пользуюсь, пользующийся глубочайшим уважением. Вот вам, пожалуйста. Ну, и вот если провести параллели, то видно, что, с одной стороны, когда человека просто гнобят, да, не дают ему, как оказалось бы, жизни, вырастать нормальный человек. А человек, которого поощряют всячески, и дуют ему в жопу, там, грубо говоря, да, потому что он такой классный, он, видите, какой молодец, он и учится отлично, короче говоря, и работать уже начал там, зарабатывать, и все, и такой предприимчивый. Ну, а приводит это все к каким-то не особо ожидаемым результатам. Вот вам, пожалуйста. Такой просто пример из жизни, как говорится. Это то же самое, что какая-то проекция на наше общество. Ну, и как бы в заключении, что еще, тоже много наговорил, что еще очень сильно не понравилось. Как там обосрали, короче говоря, когда фильм, когда вот сняли этот фильм, Место встречи изменить нельзя, там просто дифирамбы разливаются этому, значит, Жеглову, как Высоцкий его там гениально сыграл. И там какой-то там тоже деятель заявил такой, говорит, ой, говорит, молодец Высоцкий, молодец, конечно, сыграл просто отлично. Но ведь таких ментов не бывает. Ну, мы же знаем, что менты все они тупорылые. Вот. А Высоцкий сыграл мыслителя, такого философа, интеллектуала. Таких ментов не бывает. О, то есть, взяли, обосрали тупо всех, короче говоря, ментов. Просто по одному гребену. Они все тупые, такие как вот Жеглов, таких быть просто не может. Я бы, как бы, вот если было еще время, я бы еще рассказал, привел пример такого мента, который именно из моей собственной биографии, из моего прошлого, из моей родни. У меня в родне был вот такой вот представитель, который работал в милиции, причем вот тоже в уголовном розыске. И был вот по поведению даже не просто похож на вот этого самого Жеглова, а был гораздо лучше, гораздо интеллектуальнее и развитее. И к нему потом отсидевшие зэки приезжали домой, просто тупо, чтобы просто с ним пообщаться. Вот чисто по-человечески они говорили, что типа вот, слушай, пока, говорит, мы сидели, на нарах, говорит, все время из головы не шло, как мы, говорит, с тобой, там, гражданин начальник, общались. Потому что ты, говорит, вот задел человеческое, вот ты человек реально, вот реально, ты людское задел. И мы пока, вот я, говорит, ты просто прости, что, говорит, ну не удержаваясь, чем домой ехать, приехали к тебе просто поговорить, потому что накопилось, говорит, хотелось еще обсудить с тобой там какие-то моменты, которые у нас, ну, в душе просто были. Вот что-то там, какого-то совета у тебя спросить или что-то, то есть как бы вот, ну реально просто с тобой тупо поговорить, вот чисто по-людски. Вот так ты нас затронул за живое. Вот вы понимаете? То есть вот просто нас на этих вот допросах, вот этим всем, он настолько людей, как говорится, Вот этих вот преступников Он настолько Их подкупал вот этой своей Вот именно этим подходом Чисто человеком, просто потому что он подходил к ним Как к людям, не как к скоту Не как к каким-то там вот все безнадежным Каким-то этим, а как к людям Он умел достучаться до их души И они даже доходили до того, что я говорю, что они реально Потом к нему в гости приезжали, с ним беседовали Просто беседовали по-человечески Хотели просто с ним еще поговорить, побольше что-то узнать От него, то есть вы понимаете Не западло, это совсем считалось там Для тех же этих самых То есть к тому, кто их посадил, приезжать и просто с ним По-человечески, чисто по-дружески я бы даже сказал Беседовать Вот такое было, чем вам не Жеглов А тут вот, понимаете, ну менты Все они тупорылые, прямо так было В цвет сказано, я не знаю Вот за такое вот тупо, просто если бы я был ментом Например, каким-нибудь Просто можно было вот этому автору Ну даже не этому автору А предъявить, как бы, что в этой, ну как бы Действительно, что это такое, тому человеку, который Сказал, что это такое Сейчас, кстати, за это могут посадить Как это, сейчас даже есть статья Как неуважение к органам власти Да, вам, пожалуйста, вот книжечка Ну это были совковые менты же, правильно Про совковых ментов можно было что угодно говорить Что они все тупые Это вот про российских сейчас нельзя говорить Да, нельзя такое А совковые, это совки тупые были Ну правильно, вообще все совки были тупые Что уж говорить Нормально, просто в книге в цвет это рассказывается И при этом, вот что еще хочется сказать Обсирается в цвет О, это, господи, место встречи Наоборот, место встречи изменить нельзя Оно нахваливается Что это прям венец творения Суперфильм там, да А вот если даже сравнить с этим самым 17 мгновений весны Ну что это такое? 17 мгновений весны, ну говно же Там прям вот в цвет говорится Ну что это за фильм? Ну тут пафос, патетика Вот это вот Мюллер-Штирлиц Вот это вот Неправдоподобщина Вот это выпячивается Какая-то И как вы, почему столько анекдотов Потом насочиняли Что это самое Вот про Штирлицы Вот именно за это А что фильм такое говно И так вот по говенному сыгран И так по говенному поставлен Другое дело Место встречи изменить нельзя Вот вы знаете Вот что-то когда Если так вот вспоминаешь Вот Даже не просто вспоминаешь А если даже с людьми Разговариваешь Как-то что-то Когда идут воспоминания О старых там Фильмах Вот этих советских Да Вот почему-то 17 мгновений весны Вспоминаются Гораздо больше И гораздо чаще Нежели Место встречи Изменить нельзя Вот почему-то как-то так Ну по крайней мере Не хуже он всеми воспринимается А тут просто взяли и обосрали Ой, в общем ладно Короче говоря, ребят Ну вы поняли То есть общая суть таковая Подводя, скажем так, черту Да Были мажоры такие В общем-то Каким относился В том числе и Высоцкий Которые обласканные властью Обласканные публикой Вот Обласканные начальством Которые только ныли Их ныкали Как им плохо Как им что-то не достает Как они хотели куда-то пробиться Еще выше Куда-то куда выше Непонятно Вот А у них такой возможности нет Все это упирается В какую-то неправильную власть Это упирается В какой-то неправильный народ Это вообще упирается Куда угодно Не туда Что мы хотим Сами мы понять Точно не можем Мы что-то вот хотим Куда-то мы рвемся Понять мы этого Не в состоянии Но вот куда-то у нас Есть какие-то стремления Но нам это должны дать И как это дать Кто это нам должен дать Мы тоже не знаем У нас вся надежда На то что сейчас Вот это говно Все которое над нами Сидит Оно все уйдет Куда-нибудь в небытие И придет на ему на смену Хорошие там Какие-нибудь люди Которые нам вот Откроют какие-то ворота Хотя ворота Непонятно куда А под нами Находится быдло Какое-то всякое И вот мы Там вот Приезжаешь за границу Там все идеально Прямо вот это вот Роскошь и прочее Возвращаешься В проклятый совок Тут же у тебя что-то Спиздили короче Тут же тебя обворовали Вот Тут же что-то это самое И все-все плохо Какие-то гостиницы Там какая-то грязная Все какое-то Такое некрасивое Вот это просто ужас Какой-то ад просто В чем там даже Описывается какой-то момент Что они приехали С Мариной Владе Когда в Москву Пошли в ресторан Покушать Машину оставили Короче Около ресторана И тут же в эту машину Кто-то залез И украли У Мариной Владе Какие-то вещи Там шубу Еще что-то Короче Вот Только повезло Что документы Она с собой забрала Поэтому их не сперли Вот И так описывается Ну мы вообще-то Хотели забить На это дело Вот Ну что пойдет Ну неприятная ситуация Да Ну подумаешь Потому что Нам надо было куда-то ехать еще Но решили уж ладно Вот чисто вот Из такого Принципа что-ли Зайти в ментовку Вот И чисто Какие-то из принципа Зашли в ментовку Подали заявление То есть Вообще Смысл Ну все равно Никто ничего не найдет Эти совки Они же Ну они Тупоры Они все заодно Что варьё Что там Что-то Менты Тупые Что-то Варьё Это все Гнусь Вот это вот Цовковое Быдло Вот это вот Мерзкое Смысл какой Обращаться В эту быдляцкую Ментуру Да Какой смысл И тут Опа И тут Говорит Произошло Какое-то волшебство Пишет Значит Высоцкий Сообщает Произошло Какое-то Чудо Видимо Говорит Увидев Там Может Увидев Меня Этот Или там Что-то Как-то Эти вот Мусора Короче Вот эти Которые там Сидели Они Рогом Просто Пёрлись Это Пошли на Принцип Просто Они вообще-то По идее Этого не должны Были делать Конечно же Ну так Они же Они же Тупая Мусорня Да Но вот Они вот Чисто Вот видели Может быть Высоцкого Перед ними Сам Высоцкий И они Упёрлись Рогом Пошли на Принцип И типа Сделали то Что не должны Были сделать А именно Они За полчаса Буквально Нашли Воров И всё Отобрали И вернули Все вещи Все вещи До единой Вернули Тут же Нашли воров Тут же Все вещи Вернули Ну это Вы понимаете Дальше пишут Ну это Вы понимаете Это конечно же Такое Мелкое Приятное Исключение Поэтому У нас Такой Самом Моменте Ну куда деваться И Было даже Желание Типа написать Песню про это Что как Воры обокрали Там Артиста Да И вот так Были тут же Пой-пой Даже У меня была мысль Песенку такую Тут же Написать Да Но Потом Ну что я Вот этих Ворюк Просвещать Это То есть Понимаете Песенка Не про ментов Которые Вам Они сделали Свою работу Быстро И все Вам вернули Нет А песенка Про воров Была Которые Такие вот Неудачки Незадачливые Они обокрали Таких великих Людей Они на тех Нарвались И тут же Из-за этого Ментам Пришлось Работать Пришлось Их взять Тут же Повязать А так бы Конечно Никто их Не стал вязать Но вы понимаете Совок Вонючий Проклятый Да Ну потом Решили Что мы будем Ворье Всякое Типа Просвещать А ментов Просвещать Которые Вам помогли Я думаю Что не стоит Зачем Мусорню Вот эту Гнусную Тупую Вообще Как такое Может быть Вот Ну и вот Напоследок Хочу 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 Это уже Надо завершить Вот эту Тоже Затянувшуюся Тему Хочу Тоже Опять Из своей Жизни Маленькую Историю Рассказать И свое Скажем так Понимание Со своей стороны Потому что Я никим образом Тоже был С творчеством Связан Конечно Естественно Не так Как Высоцкий Даже далеко Не так Дело в том Что в школе Когда еще Маленький Был Я выступал В агитбригаде Пел Песенки Пел Короче говоря Ну там В составе Группы И нас Короче Таскали Вот как раз Таки Именно По Всяким Заводам Там Управление Железной Дороги Какие-то Там Эти самые Институты Какие-то Судоремонтные Заводы Прочее Прочее То есть казалось бы Ну что И вот мы там Выступали Ну и такой был момент То есть ты приходишь На сцену Такая сцена Такая Заплёгана Как замызганная Такая какая-то И В зал Заходят работяги В фуфайках Там в телогрейках В ушанках С ломами Там валенка Заваливаются Бум-бум Ломы свои Там ставят у входа Бум-бум Рассажутся Такие все кряжистые Бабы там Вот эти знаете Здоровенные Тоже вот в этих Тулупах Таких вот этих Телогрейках В валенках И в косухах Таких вот Мордые такие Широкие Все красные Раскрасневшиеся Они же садятся И вот перед ними Мы там Тра-ля-ля-ти-ли-ти-ли-тра-ля-ля Вот эти песенки Песенки А они сидят У них лица Каменные Такие Прям вот Прям Му-му Вот И Когда я был Малолетним дебилом У меня была все время мысль Почему мы занимаемся Этой херней Вот зачем Это метать бисер Просто перед свиньем Мы тут поем Пляшем Стараемся А у нас вот эти вот Оловянные глаза Смотрят И вот это вот Мужичье вот это сидит Которому Которому по идее Вот это искусство Нафиг не нужно Вот там видно По роже Что там нужно Футбол посмотреть Или там просто Пойти побухать Да Там куда-то Вот сейчас я бы мог Воспользоваться Этим временем Да А мне вот Меня вот сюда пригнали Там может быть даже Начальство пригнало И я вот слушаю Вот этих вот Школоту Вот эту Которую передо мной Изгаляет Целый час Блин Трачу на это Нахера А это кому надо Нам это не надо Им это не надо То есть Нас какие-то там Манипуляторы свели Воедино А не надо Это не нам Не им Понимаете Зачем это надо Просто тратится время Мы это время могли бы Потратить на что-то другое Вот у меня такая была мысль Когда я был малолетним дебилом Напоминаю Когда я работать еще не начал Когда я начал работать Я начал понимать Для чего это было Нужно Я изменил свое мнение В отличие от многих Деятелей культуры и искусства Которых сейчас усмотришь И вот реально хочется блевать Когда показывают каких-то Прям даже я не говорю Там даже про каких-то певцов Там ладно Им сам бог вилел Как говорится А вот всякие юмористы Всякие клоуны Блин Ну вообще на самое дно Вот этой всей эстрады Вот это И вот их показания Сидят такие Такие важные Говорят Ой Вспомнить наше советское прошлое Комсомольское Там вот это Вот как мы только начинали Свою карьеру В театрах там везде И на всяких вот этих Тоже агитбригадах Ой где мы только не были И бам и шмам Там и где-то Байкалы Там какие-то И за Байкалом И где-то там В Магадан И куда только мы не мотались Где мы только не были Всяких сельпо-мельпо Эти какого Дома культуры Всякие деревенские Какие-то сельские Короче И вот Это Тут нас там Это Самогоном угощали Тут нас это Вот И вот господи Мы там Леди Магбет Там ставим Какого-то Сидят какие-то Колхозаны Короче В сапогах Там говнище Так стряхнут Короче На входе Заходят Садятся И смотрят А мы значит Гамлета Там Или там Какой-то Я не знаю Там Что такое Классику Какую-то ставим Или там какую-то оперу Какую-то там Кармен Исполняем Перед этими А они там А они нас смотрят Чего Они вообще ничего не понимают В глазах ноль Смотрят что-то такое А потом А сыграйте там Что-то попроще Там что-нибудь вот такое Ой Ну какое вот это Вот это самое Ё-моё Вот Ну как Приходилось Предо таким говном Выступать Предо таким Быдлом Ну вот Нахрена этому Быдлу Ты смотришь Вот на него И думаешь Нахрена этому Быдлу Вообще Вот эта классика Нахрена Вот эти вот Я изгаляюсь Я трачу свое Вот это вот Актерское искусство Своё Вот это всё На это говно Когда я это могу Цивилизованным Культурным Людям Это самое Где-нибудь В каких-нибудь Там В каких-нибудь Больших сценах Выступать А мне вот сюда Гнали Вот На эту капусту Короче Сраную На этот В этот колхоз Какой-то Золотые гребешки Чтобы я там Короче Вот это вот Тратил свое Драгоценное время Говнище На разъезжании По этой Ну весело Конечно было Да Потому что там Постоянно какие-то Приключения у нас были Постоянно там То бухали То чё То отдыхали Вот Конечно было прикольно Да Ну и деньги платили За это тоже Конечно Ну вот Надо было как-то зарабатывать Мы были еще молодые Там Тра-ля-ля Надо было набивать себе Какое-то этот Портфолио Да Приходилось При всяким говном Выступать При всяким быдлом Вообще Конечно Вот это вот Как вот Вот это нормально Как вы считаете То есть народ Вот это вот всё Это быдло Какая-то серая Чернь Какая-то Вот есть люди Перед которыми Можно и нужно Уступить Которые оценят А есть Хуйня всякая Я не знаю Вот реально Какие-то говнодавы Из какого-нибудь Там Усть Залупинская Которга Которые вообще Не достойны Даже вот мысли Даже не существует Такого же Населенного пункта Там просто Какие-то Дегенераты Живут Врожденцы И какие-то Я не знаю Просто Скоты Какие-то Живут А вот мы Вот нас заставляли Тогда приезжать К этому Говнищу Да Так вот Когда я Вырос Начал сам работать Вот я наконец-то Понял что Что это такое Как говорится Вот суть Вот этого Почему люди Нас так воспринимали Вот именно Так вот Такими глазами Пустыми Казалось бы Нет Это не пустые глаза Это были на самом деле То есть Они не скучали На этих самых выступлениях Это люди Уставшие были Они отхерачили Этими сраными ломами Где-то там Девять часов Там на том Судоремонтном заводе Какой-нибудь баржу Они короче Въебывали Они там короче Весь рабочий день Они вымотались Короче за него И после этого Рабочего дня Их Вот эти там Ну не знаю Кто там Руководство там какое-то Их пригнало сюда Чтобы послушать нас А непонятно Что они после этой работы Они затрахались Уже короче говоря Они просто уставшие Да Ну и казалось бы А зачем это нужно Да То есть так подумать Людям казалось бы Надо было скорее домой Как сейчас В наше время Ты можешь сказать Ну а посреди домой Отдыхать Ну а какой Нахи В жопу отдыхать Кто у нас После работы Дома отдыхает Вы приходите домой Вы что Сразу блин Ложитесь Это самое И отдыхаете Нет Вам нужно Приготовить Тебе покушать Вам нужно Покушать Непосредственно Вам нужно Где-то прибраться Если у вас дети Вам нужно Позаниматься с детьми У вас Куча забот И вы эти заботы Пока До полуночи Там я не знаю Вы крутитесь Вертитесь Это самое После работы Хотя на работе Устали Да Вы приехали домой И дом у вас Продолжается Вот эта вот Чехарда Сколько там У вас жалких Часов вот этих Осталось А еще и на работе Задержались Еще приходите Не как тогда Там звонок Прозвенел 6 часов домой Пошли Все А хер Там звонок Прозвенел А тебе еще так Начальник Подожди Не доделал Давай короче Еще сиди Ну у нас мы горим Нам надо еще Позавчера Это сдавать было Вот Хоть я вам Только сегодня Принес Но сдавать Это надо было Позавчера И вообще так Что все Сидите Давайте Короче Все К 9 Только ты домой Пройдешь И там Дома надо Сразу въябывать Что-то делать По дому Вот И вот такие люди Были перед нами И таких людей Поэтому пригоняли туда Вот именно для того Чтобы они разгрузились Для того чтобы они Отдохнули То есть Им создавался Такой промежуток Между домашними заботами И Загрузкой на работе Чтобы они Выдохнули То есть Они хотя бы просто Посидели Послушали музыку Посмотрели представление Посмеялись Что-то там Это самое И там можно было видеть Что если поначалу Реальные люди Соловянными глазами сидели То под конец выступления Там Особенно когда Какие-то шуточные Там начинались номера Они там уже хихикали Там что-то хлопали Там как-то И видно что под конец Люди уже что-то расходятся С другом уже разговаривают Что-то обсуждают Все они себе это сбросили Это во-первых А во-вторых Они прониклись Какой-то культурой Они не просто там Какой-то там Ля-ля тополя Они какой-то культурой Прониклись Какие-то песни Послушали что-то Это какое-то опять-таки Все-таки развитие То есть Людей Фактически так Можно сказать Добровольно Принудительно Вгоняли В эту тему Чтобы они Хотя бы могли Найти время Это самое Чтобы Часок Вот этот Использовать Чисто для какого-то Развития Собственного Такого И в том же Чтобы это развитие Совпадало С отдыхом Они отдыхали И как-то Что-то Какую информацию Получали Интересную Агитбригады Для этого И нужны были Вот И они Реально Людям Придавали Второе дыхание То есть Человек Вот уже затрахался Не до чего Уже он выходит С работы Садится в кресло Тут какая-то музыка Он сначала Так все Потихоньку Приходит 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 Часок Он послушал Все Потом даже Повеселился И домой Он уже идет Такой В приподнятом Настроении Такое Это самое Вот Понимаете Вот оно Для чего Это все делалось Оно это делалось Именно для того Чтобы людей Вот так приобщать К искусству Любых людей Причем К искусству Это самое Искусство Должно было быть Доступно всем Не только Каким-то там Вот этим А просто ходить по театрам Вот те да Вот те могут прийти Там Где-то там Поорать Похлопать Попрыгать Там На какие-то Потому что У них энергии Некуда девать Да У них нет Не было никаких затрат Они не устали Просто Они что-то Где-то гуляли Там Лоботрясничали Пришли на концерт И вот там Могут тебе позволить Еще это самое У них энергии Да хоть отбавляй А вот Именно Это как раз Были те люди Которые после работы Реально Труженики И конкретно Для этих тружеников Мы и старались И так Если задуматься Собственно А для кого Еще нужно Наше это творчество Кому Вот оно Нужно для людей А люди-то Вот они Это не Это не Какой-то черный Какой-то быдло Как вот сейчас Эти все Имеют совесть Говорить Да Вот эти вот Деятели Так называемые Божества Вот эти вот А это люди Это мы с вами Понимаете Самое Главное Что мы должны Понимать Что это мы с вами Это мы Мы себя не должны От этого общества А это как-то Отторгать Потому что К нам Если задуматься Относятся Они точно так же И если они что-то Говорят Про каких-то там Колхозников Фуфайках Это считайте Просто Ставьте знак Равенства С вами Лично С такими же Тружениками Которые может быть Не в колхозе работают Да Там каком-то А может быть Работают в офисе Может работают у станка Может еще где-то Короче говоря Занимаются Там я не знаю Спасением жизни Там или чем-то Вот Для всех нас Для вот этой вот Как они говорят Серой массы Которая еще там Во что-то верит Вот А мы-то уже понимаем Что нет И вот И мы еще для них Должны что-то Это мы их делаем Понимаете Это не они нас делают Своим творчеством Не они Не они нас Скажем так Приподнимают Куда-то там А это мы их Приподнимаем В их величии В их развитии Только мы Если мы не будем Их вот так Приподнимать Ничего от них Не останется А они Видите Мы их приподняли На своей вот этой Подушке Огромной Да Народной Вот этой вот Популярности А они Параллельно Как бы Естественно Тут же Начали Лизать Жопы Всяким Властимущим Получать от них Какие-то там Поблажки Прочее Прочее Они вообще Полностью от нас Оторвались От народа Народ это вообще Просто все Бесплатно То есть Уже Понимаете Уже тут идет Как говорится Не То что Я Как искусство Должно народу Пренадлельять Нет Искусство Должно Пренадлельять Тем кто Заплатит За это искусство Вот и все И Главная наша цель Это побольше Выделаться Перед Руководством И выполнить Их заказ А сейчас уже Пошло еще дальше Что сейчас уже Даже на руководство Местное руководство На руководство Нашей страны Даже на них Уже начинают Некоторые класть Да Особо такие Вот Взлетевшие До небес А почему Потому что У них появилась Возможность Лизать жопы Руководству За границей Которое более Богатое Более Перспективное Да И тогда Можно плюнуть Просто на тех Кто Своих Там Скажем так Благодетелей В этой стране Все Они нам больше Не нужны Мы можем Конкретно Высказать Противодействие Против них Да И уехать Громко хлопнув Дверью Потому что У нас появились Более высокие Перспективы Тут я говорю Тут нет никакой Даже этой самой Какой-то Духовной Какой-то там Духовного стремления Какого-то Или каких-то Убеждений Тем более здесь нет Здесь есть чистая выгода Вот и все Чистая выгода Когда появляется Перспектива Где-то больше На основании Его песни Какой-нибудь Придумывали Какой-нибудь Например Фильм Или мультик Где-нибудь В какой-нибудь Венгрии Или в какой-нибудь Чехии В бывшем Соцлагере И зарабатывали На этом деньги Высоцкого Это очень сильно Занимало И просто доходило До того Что он говорил Надо придержать Вот у меня есть Какая-то Хорошая идея Я сочинил Хорошую песню Но я петь ее Не буду Как можно дольше Просто потому Что сейчас Если я ее спою У меня опять ее Сопрут И будут на ней Зарабатывать Вот А я Как бы Мне чтобы Там типа Что-то такое Мне вот на основании Этой песни По-хорошему Нужно первому Сочинить Какое-нибудь Произведение Чтобы их опередить Чтобы они уже Не могли ничего Сочинить Да На основании Вот этого Все Но на это Нужно время А у меня Время мало Чтобы что-то писать То есть Вот как-то так То есть Вы понимаете Как бы Тут уже речь не шла Там о том Что искусство Должно принадлежать народу Что там он старается Ради каких-то там Общих благ Это самое Пишет для людей Нет Это все было Именно тщеславие И жадность Именно вот эта Коперастическая жадность Что кто-то Воспользуется Причем даже не просто У меня полностью Мую там песню возьмет И будет исполнять за деньги Даже не так А просто идею Какую-то Сюжет какой-то Просто примерно сделают Вот И что-то там свое Сделают И будут на этом зарабатывать Но я-то был первоисточником Вот это как-то тоже Прямо очень скажем Интересно звучит Ну вот и все Вот это как бы Такой грустный Печальный момент Наконец-то можно Наверное завершить Это Это повествование Кажется Высказал все Что хотел Не знаю То что не сказал И ладно И так уже много В общем Еще раз благодарю Во всех за внимание Надеюсь вы меня правильно Понимаете и поняли Вот И В общем-то Желаю всем Счастье Учитесь на Хороших Примерах У известных И не только людей И Не следуйте Плохим примерам Этих же самых людей Вот это самое главное Как бы вам не говорили Как бы это все Не приравнивали К тому что это нормально Что для таких Вот В каком-то аспекте Это нормально В каком-то нет Но В данном аспекте Это нормально Потому что человек Может себе такой вот Именно особо Это позволить Нет особых людей Ребят Поэтому смотрите И Не ведитесь на это И особенно Не создавайте себе Таких вот Липовых кумиров А если вы их создали То по крайней мере Учитесь Отделяйте Во-первых Их Человеческое От их духовного От их творческого И учитесь на их ошибках Будьте умнее Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok